Я из Ирака, парень из Курдистана. Я тебя сильно люблю, Хабиб. Хочу с тобой встретиться ночью. Люблю тебя сильно. А какой же у вас вопрос к мистеру Хабибу? Говоришь, хочешь встретиться со мной ночью? Говорит, любит тебя и хочет с тобой встретиться ночью. Я... Брат, ты уверен, что ты из Ирака? Дамы и господа, Жорж Сен-Пьер! Когда мы в прошлый раз виделись в Москве, я его придушил, а теперь он придушил меня. Как дела, брат? Была моя очередь, ведь в прошлый раз он подошел сзади, а я сидел за столом в ресторане. Сделал мне сюрприз. А сейчас я сказал его команде, слушайте, я подкрадусь к нему сзади, как настоящий ниндзя. И в этот раз я сам его придушу. Этот парень был любимым бойцом моего отца. Понимаете? Я рос, смотря его бои. И для меня честь стоять рядом с ним. И большая радость, брат. Большая радость. Ты, кстати, как, Жорж? В хорошей форме? Замечательно. И, мужик, послушай меня, ты смог подобраться к званию идеального бойца ближе, чем кто-либо другой. Идеальная карьера, непобежденный. И ты завершил карьеру на вершине игры. До тебя, мужик, такого никто не делал. Это потрясающе. И все это, мой друг, исключительно твоя честь. Большое спасибо, Жорж. Давай сделаем фото. Подходи. Вот сюда. Секунду, секунду, еще. Рад был тебя видеть, Хабиб. Жорж, ты как? Спасибо. У меня все хорошо. Я очень рад тебя видеть. Береги себя, Хабиб. Рад был тебя видеть. Дамы и господа, давайте скажем спасибо и поаплодируем Джоржу Сен-Пьеру. Сен-Пьеру. Вот теперь я хочу вернуться. Ты говорил, что Джорж был любимым бойцом твоего отца. И что, будучи ребенком, ты смотрел его бои по телевизору. Насколько большим вдохновением для тебя был Джорж? Как он повлиял на твою карьеру? Я помню, как мы с моим отцом смотрели бой Джоржа. Это был бой против Шона Шерка. Джорж тогда выступил очень хорошо. Мне тогда... Мне тогда было вроде бы... Лет, наверное, 18. Ребенок, может быть, даже 17. Дело было давно. Наверное, 2007-й. Или... Или 2006-й. Да, это было до того, как он стал, до того, как он побил Мэтта Хьюза. Насколько я помню, это был... Да-да-да, это был 2006-й. Мне тогда было лет, наверное, 17, может, 18. И мы с отцом смотрели его бои. На то время такое было невозможно. И затем, после этого, я посвятил спорту свою жизнь. И спустя 15 лет люди начали говорить про мой бой с Джоржем Сен-Пьером. Мол, это бой мечты. Это же обалдеть. Когда твой любимый боец в истории становится твоим фанатом, это, знаете ли, нечто особенное. Вот это да! Что за приветствие! Что за приветствие! Это потрясающе! Мистер Хабиб, могу ли я вас спросить, когда вы получаете такую реакцию от людей, это не только потому, что вы ведущий в мире спорта, не только поэтому, а и потому, что они вас уважают, потому что вы для них герой, а также пример для подражания. Не оказывает ли это на вас давление? То, что нужно соответствовать ожиданиям. Естественно, этот груз немного на меня давит, но многие ошибаются, когда обретают славу, обретают успех, будь это успешный бизнесмен или сильный спортсмен, не важно кто, они ошибаются, когда думают, что дело в них, в их уме, их дисциплине, или из-за их взгляда на собственный бизнес, они становятся успешны. По моему мнению, это является огромной ошибкой. Ты добиваешься успеха только потому, что так захотел Бог. Если Господь хочет, Он дает. Поэтому я стал чемпионом, обрел в этом спорте успех. Когда люди проявляют ко мне уважение, узнают меня, я этому совсем не удивляюсь, ведь если Господь захочет, все непременно сбудется. Все находящиеся здесь знают о твоей силе, физической силе. Слушая тебя, я очень ясно понял, что ты силен и психологически, и у тебя сильная вера. Что касается тела, ты много тренируешься. Как ты сохраняешь свое психологическое здоровье и свою веру сильной? Иногда я тоже теряю свой разум. Очень тяжело оставаться в одном положении. Иногда и разум, и вера слабеют. Иногда, наоборот, становятся сильнее. Ситуации бывают разные. Как я все исправляю? Даже не знаю. Я каждый день молюсь, я молюсь и, может быть, таким образом. А еще иногда я пытаюсь сделать добрые дела. Может быть, поэтому и сохраняю отношения с близкими. Думаю, это зависит и от тех, кто тебя окружает. Ведь если ты становишься знаменитым, окружающие могут тебя изменить. Все тебе будут говорить, да, да, молодец, делаешь добрые дела. У тебя получается. Ведь тот, кто от тебя чего-то хочет, никогда не скажет правду. Ведь не хочет тебя расстраивать. Он будет всегда говорить, да, ты прав, ты молодец. Но тот, кто тебя любит, кто крепок в вере, и тот, кто реально переживает за твое будущее, он скажет тебе правду, даже если тебе не понравится. Поэтому окружающие тебя люди очень важны. Самое важное в этой жизни хорошие и правильные люди рядом с тобой. Я помню времена, когда мы были детьми. Отец взял меня, моего брата и моих кузенов. Почти 15 людей он забирал из деревни, и мы переехали в столицу. А до этого мы жили в деревне, где не особо много возможностей для молодых. Он перевез всех в город. Мы жили в одном доме почти 10 лет. Кто-то пошел в школу, кто-то в университет, кто-то в училище. Но все мы тренировались вместе и ночью, и днем. Это было похоже на жизнь в армии. Каждый день он старался научить нас хорошим манерам. Старался делать, чтобы мы учились лучше. Ведь образование очень важно. Толкал нас вперед в зале. Он пожертвовал жизнью, чтобы вложить в меня и... в меня и в моих братьев. Из этого дома вышло много успешных людей. Семь чемпионов мира. Чемпион UFC и много хороших людей. И все эти ребята очень успешные люди. И они помогают многим людям. Не только в моей деревне, по всему Дагестану, да и везде. Эти люди обрели успех потому, что, во-первых, так захотел Господь, и во-вторых, потому что мой отец посвятил свою жизнь нашим жизням. Я не могу сказать за других бойцов, но если говорить обо мне и моей жизни, я всегда говорил, что дерусь ради наследия и все. Я пришел в этот спорт только, чтобы творить историю. Чтобы дать мотивацию молодым, молодому поколению. И не важно, откуда ты, с гор или из очень бедных краев. Если у тебя есть мечта, и ты исследуешь, ты сможешь добиться чего захочешь. Это стало моей первой целью, когда я и мой отец перешли в профессионалы в спорте. Я был чемпионом мира, защищал титул дважды, пока отец был жив. И я подумал, зачем мне идти по этому пути без него. Мне было сложно принять это решение, но что поделать? Когда-нибудь всему настанет конец. Жизни, поясам, чемпионатам, наследию, всему. Когда-нибудь это закончилось бы. Если бы я ушел не сейчас, я ушел бы через пару лет. Я завершил карьеру в идеальное время. Думаю, решение было правильное. Даже сейчас, когда я смотрю на это решение спустя почти год, с момента завершения карьеры, думаю, решение было хорошее. Как думаешь, в футболе есть те, кто тебя бы остановил? Скажем, ты на них бежишь. Например, я просто отошел бы в сторону. Нет, думаю, прямо сейчас мне придется скинуть килограмм 10, может, даже 15, чтобы прийти в футбольную форму. Форма футболиста немного отличается от формы бойца. В бою тебе необходимы какие-то мышцы. Для силы. А в футболе тебе постоянно нужно бегать. Как конь. А я не думаю, что я сейчас как конь. Как слон, может быть. Бороться-то я могу хоть целый день, но, думаю, бегать целый день я не смогу. Бег — фишка, не моя. Меня зовут Касим, и мне 9 лет. А что хотел бы спросить? Насколько тебе было сложно сдаться и завершить карьеру в UFC? Насколько тебе было сложно сдаться и уйти из UFC? Когда что? Твой уход. Тебе было сложно решиться? Если ты делаешь то, что тебе не нравится, тебе придется нелегко. В этом спорте я добился многого. Я посвятил ему всю мою жизнь. А теперь я стал чемпионом, защитил свой титул. Стал успешным бойцом UFC, бойцом ММА, одним из лучших среди тех, кто это делал. Время уйти было подходящим, а теперь я пожинаю плоды. В отставке. Ничего сложного. Я из Ирака, парень из Курдистана. Я тебя сильно люблю, Хабиб. Хочу с тобой встретиться ночью. Люблю тебя сильно. А какой же у вас вопрос к мистеру Хабибу? Говоришь, хочешь встретиться со мной ночью? Говорит, любит тебя и хочет с тобой встретиться ночью. Я... Брат, ты уверен, что ты из Ирака? Ты ушел из UFC, потому что драться — это грех? Ты ушел поэтому? Брат, я все понимаю. В битье и ломании людей хорошего нет. Сто процентов. Не могу сказать, что это халяль. Не я принимаю решение, что халяль, а что харам. Я просто обычный человек. Ну, и иногда ломаю людей. Так что в этом ничего хорошего. Сто процентов. Хотите ломать людей? Прошу вас, не надо. Я не согласен с людьми, которые могут бить по лицу. Поэтому я побеждал удушением, борьбой. Иногда, когда я мог, я не наказывал своих соперников. Даже когда я бил их, я с ними говорил, прошу, остановись, прекрати. Не хочу тебе навредить. В UFC у меня были пара таких моментов. Я подлавливал соперника и мог сломать ему руку. Или типа того, но я говорил им, пора сдаться, я не хочу. Не хочу. Не хочу тебе навредить. Это спорт. И понимаешь, естественно, когда ты сильный, когда у тебя хорошее понимание своего спорта, ты можешь навредить людям. В этом спорте тебе приходится соревноваться со спортсменами высокого уровня, как ты сам. Спрашивают их, готовы ли они драться. И спрашивают тебя. Вы проходите подготовку, и затем выходите в клетку. Соревнуетесь друг с другом. Один проигрывает, другой побеждает. Но в любом случае, я не считаю, что это хорошо, и что это нужно показывать. религиозным людям. Я так не считаю. Ты очень открыто и хорошо говоришь о том, что ты мусульманин. И тебе задают вопрос. Но не все такие, как ты. Кто-то это скрывает. Некоторым стыдно признаться. Какой твой совет молодым людям, если они хотят показать, что они мусульмане, и гордятся этим? Знаешь, я повидал много мусульман. К примеру, когда я впервые встретился с Даниэлем Кармье, дело было в зале. Помню, после тренировки он мне говорит, приглашаю тебя на вечеринку. А я сказал, не-не-не, не пойду. Он спросил, почему? А я ему, зачем мне идти? Я не пью алкоголь. Это не мое. Он говорит, ну и что, у меня есть друзья мусульмане, и они придут. Ты можешь тоже? А я ему, не-не-не. И сказал, это был 2012 год, почти 10 лет назад. Я знаю, у меня есть много друзей, много друзей, хотя не знаю, друзья они или нет, но знаю много людей, они типа, с обеих сторон. Нравится быть мусульманами, но когда им хочется, они делают по-своему. И по мне, это личное решение каждого. Каждый принимает свои решения. По правде говоря, все не так, что вот я мусульманин, я этим горжусь, и пытаюсь говорить об этом везде. Когда я встречаюсь с людьми, я никогда не обсуждаю национальность, никогда не говорю о религии, потому что это их личный выбор. Ты не выбираешь. Быть тебе. Ну, выбирать, где родился, национальность и в таком духе, но просто если я что-то чувствую, я об этом говорю. К примеру, если я говорю, что это дал мне Господь, я в это верю. И бывает в эти моменты у меня микрофон. Конечно, я скажу. И это очень легко. Некоторые стесняются. Они не хотят, чтобы люди знали, что они мусульмане. Я знаю много таких мусульман. А я не стесняюсь. Не стесняюсь. Об этом знают все мои друзья. Даже если у них другая религия, они знают. Я ем халяль, не пью алкоголь. Даже сегодня. Когда сегодня я был на стадионе Олд Траффорд, я был с Патрисом Эвра, там был Усейн Болт, был сэр Алекс Фергюсон. И Алекс Фергюсон спросил меня, буду ли я вино. Но для него это нормально. И я его за это не сужу. И как же тогда мне ему объяснить? Варианта два. Можно сказать прямо. Нет, я мусульманин, и я никогда не пью. Но я сделал иначе. Я сказал, лучше не надо. Если я выпью, я сломаю каждого из вас. Так что это плохая идея. Ты так сказал Алексу Фергюсону? Да, пару часов назад. Понимаешь? Быть мусульманином нелегко. Но в то же время не надо делать из этого проблему. Просто будь хорошим человеком и показывай, что ты мусульманин. Вот и все. Я думаю, Сейн Болт и Патрис Эвра, они все поняли. Сэр Алекс Фергюсон тоже понял и не хотел, чтобы я сломал там каждого. И сказал, ладно, хорошо, не пей. У меня лишь один вопрос. Насколько я знаю, вы с Криштиану Роналду, друзья, ты когда-нибудь говорил с ним об исламе? Думаешь, он когда-нибудь примет ислам? Иншаллах! Знаете, Роналду, он все время говорит «Салам алейкум», «Иншаллах» и все такое. Он понимает в религии. Думаю, он крепок в своей вере. У него своя, у меня своя религия. Когда я встречаюсь с людьми, я никогда не спрашиваю «Эй, какая у тебя религия?» Это не может быть хорошим примером мусульманина. Я никогда не обсуждаю такое с людьми. Их религии, почему они верят. Они верят, и это их личное решение. Никогда с Криштиану об этом не говорил. Что? Три любимых вещи в моей жизни? В моей жизни? Да, в твоей. В моей. Хорошо. Первое, я думаю, я очень благодарен, что верю в одного Бога, и каждый день Он дает мне разум, чтобы понимать, почему я должен каждый день молиться. Это самое лучшее, что случилось со мной в моей жизни. Это первое. И второе. Второе — это что я здоров. Я здоров, очень силен. Господь подарил мне здоровье. Понимаете, вокруг нас много людей. Кто-то не может ходить, у кого-то нет рук, а кто-то никогда в жизни не видел. Кто-то родился, и у него уже не было глаз. Много всего. Лучшее, чем мы можем в жизни обладать, это крепкое здоровье. Но все равно Господь создал нас сильными. И третье. Я даже не знаю. Такого, наверное, нет. Третье. Честно, не знаю. Мне придется об этом подумать. Хороший вопрос. Вот и они. Давайте поаплодируем. Улыбнитесь пошире. Дети, большое спасибо. Поблагодарим детей за хорошие вопросы и скажем большое спасибо Хабибу. Насколько важно ценить родителей и ухаживать за ними, когда они стареют? Ну, слушай. Многие совершают ошибку и относятся к родителям как к обыкновенным людям, как к посторонним. Родители — это далеко не обыкновенные люди. Они очень особенные. Очень. Даже когда они у тебя что-то спрашивают или что-то тебе говорят, даже если они ошибаются, ты не можешь себе позволить относиться к ним так. Родители такие особенные и должны оставаться такими всю жизнь. Я могу посоветовать относиться к ним, как если бы ты обращался, например, ну, скажем, тебе позвонит президент или король. Как ты будешь себя вести, если он у тебя что-то спросит? К родителям нужно относиться так же, как и к королю и президенту. В мире нет людей важнее, чем родители. Даже в моей религии. К примеру, тебе не нравится то, что делает твой отец. Ты не можешь себе позволить общаться с ним, как с посторонними людьми. Даже если он ошибается. Даже если ошибается. А что, если они посоветуют что-нибудь хорошее, а ты не последуешь совету? Тебе нужно быть с ними очень терпеливым и вести себя с ними очень аккуратно. Очень. Ведь сегодня родители есть, а завтра время быстро идет. Если у вас есть родители, ведите себя с ними, как с королями. Многие фанаты, особенно в Лондоне, хотели бы узнать ответ на один вопрос. Увидим ли мы тебя в боях снова? Я так не думаю. Думаю, нет. И я не только думаю, я верю, что я ушел из боев. Как личность, как человек, который может использовать свою славу для... использовать все свои возможности, чтобы помогать людям. Я еще не закончил. Но как боец я все. Будучи тренером, какие советы можешь дать тем, кто решил пройти по твоему пути? Я тренируюсь всю мою жизнь. Сколько себя помню, когда начал ходить по матам в зале у моего отца, я получил много опыта. Я побывал и на месте чемпиона, и с другой стороны. Я видел этот путь со всех сторон. Думаю, первым моим советом станет совет молодым. Молодым бойцам, молодым спортсменам. Самое главное это терпение. Нужно быть терпеливым. Иногда твои ожидания не оправдываются. Поэтому нужно иметь терпение. Это очень важно. Думаю, это важно не только для бойцов, но и для простых людей. Для тех, кто не занимается такими вещами, как спорт, тренировки, не является профессиональным спортсменом. И для обычных людей терпеливость является важным качеством. Есть мечта, будь ей предан и следуй за ней. Будь терпелив, и твоя мечта станет реальностью. Терпение важнейший ключ. На этом все, друзья. Выпуск переведен и озвучен командой True Gym. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока.